друзья мы всем привет значит сегодняшнем видео покажу автомобили которые привезены на заказ под клиентов покажу вам несколько автомобилей и отвечу на вопрос на что же сейчас как обстоят дела с японскими автомобилями покупаем автомобили или не покупаем смотрите вот конкретно мы мы автомобили сейчас не берем много компаний много людей которые возят привозят автомобили кто-то покупает кто-то не покупает понятно какие-то аукционной компании да это их не хлеб это их не зарплата они вам все говорят ребята давайте все ништяк будем покупать мы всегда за клиентом вроде как действительно там никто ничего не отменит но мы придерживаемся такой позиции лучше перебздить да немножко вот не заработаем денег не привезем автомобиль ничего страшного мы всегда за клиентов но мы будем уверены на сто процентов да когда все же точно скажут сто процентов там воз никакой не запрещают буду уверен на то что мы для вас купим автомобиль мы его сюда привезем сейчас сейчас покупать автомобили ну опасно есть вариант попасть на деньги да если даже запретят воз автомобилей вы купите одну и не получится вывести с японии автомобиль который будет для вас куплен то же самое аукционной компании ну или кем-то его можно перевыставить на аукцион его можно будет продать но однозначно вы уйдете в минус вы потеряете деньги машина покупается машина доставляется в порт это тоже деньги продавать машину неизвестно продадите вы за эту сумму на аукционе японии за которую вы купили или не продадите вот поэтому существуют определенные риски и мы приняли решение то что машины мы не покупаем как только дают отмашку то что все машины покупаем машины можно брать мы сразу же приступаем покупки автомобиля на аукционах японии и так еще раз напоминаю сегодня показу автомобили которые привезли привезли на заказ вот так же можете приехать владиосток вместе со мной на вторинка зеленый угол выберите автомобиль можете заказать поиск автомобиля под ключ без вашего участия на можете заказать просто проверку штучную проверку автомобиля все мои контакты находятся под любым видео и ребят в описании канала так кто еще не подписан обязательно подписывайтесь на канал поехали смотрим ребят honda fit это 18 год 9 месяц оценка автомобиля 5 баллов автомобиль привезен на заказ стоимость прикреплю 5 баллов что он пришел на литье на зимней резине повторители вот такие вот как это правильно назвать господи с головы вылетела короче говоря чтобы ногтями не царапали ветровики 5 баллов он целенький автомобиль не крашеный здесь небольшая приборка напоминаю такие автомобили есть 4 воды есть передний привод есть передний привод гибрид если гибрид то он идет полтора литра если не гибрид то двигателя идут 1 и 3 также вот все набирает популярность новые fit и совершенно измененный автомобиль что внешне что технически кстати на продаже есть пока есть по моему три варианта с пробегом 540 и по моему 9000 по очень хорошей цене значит здесь идет окан . окан . найдет не на всех кому интересно можете открыть посмотреть номер кузова открывайте смотрите аукционный лист 5 баллов шильдики а заменим масло обогрев зоны дворников система безопасности полный руль окантовка сказал а значит здесь идет у нас подлокотник вариатор клевая хорошая магнитола газерс пробег на автомобиле 39 тысяч километров ну здесь все как обычно все в шикарном состоянии значит автомобиль стоит на стоянке ждем документы такой как только документы будут готовы автомобиль ставится в транспортную компанию туманки состояние автомобиля по нижней части друзья мои то есть автомобиль привезен на заказ хотите приобрести себе такой же автомобиль мой телефон указан под каждым видео в описании канала все подробности ватсапе а мы переключаемся с вами на следующий автомобиль а следующий автомобиль это honda step степа их называют пятнадцатый год двенадцатый месяц пробег у него 33000 это очень маленький пробег для таких автомобилей здесь на рынке маловероятно такой найти значит он идет три балла почему три балла у него есть b4 и b3 ребят это все устраняется элементарно просто вот в японии знаете они любят я не знаю каплями прям краску вот класть вот это вот это все краска это вот типа не знаете типа за тампонили по факту вот здесь вот идет несколько царапин здесь на арочки и вот здесь на двери вот просто пятна краски вот сюда вот я вообще не понимаю зачем японец залил чисто пятно то есть ну вмятин здесь нет да дверь она идет здесь ровная да машина требует окраса то есть будет два окрашенных элемента задняя левая дверь заднее левое крыло шпаклевки никакой не будет представляете пробег на автомобиле 33000 то есть он пришел на литье но смотрите какая ситуация то есть автомобиль стоит три литья один стоит одно переднее левое колесо не на литье почему потому что где-то в дороге где-то в японии да там не знаю в общем где это было но колесо на литье переднее левое оно было пробито автомобиль продавался автомобиль был продан с комплектом колес ну соответственно поменяли колеса тут уже проверяли получается вот это вот кстати и обратите внимание до колеса пришли вот такие вот ну модные удобные очень чехлы вот здесь вот лежит колесо с литьем вот он на литье лежит но колесо идет дырявая поэтому короче говоря пришел полностью комплект также пришла резина резина пришла как видите без литья без литья резина пошлина за резину платится отдельно то есть просто так да машина не раз короче говоря за резину планица пошлина сзади идет два капитанских кресла насос на месте не знаю там украш что ли хотели зачем его доставали здесь идет два подлокотника такие вот модные очень удобные столики на самом деле салон чистый говорю бывают машины приходят салоны идеально чистые бывает где просто требуется какая-то небольшая небольшая уборка все-таки не три балла а три с половиной он балла практически спада вот опять же номер кузова две двери полный руль вот три с половиной балла b4 b3 значит растаможен автомобиль по курсу евро было 90 90 рублей двойной климат бардачок не расхоженный что ли 33000 от свет отсвечивает 33400 километров пробег на автомобиле обалденное состояние обалденно я бы себе такого взял бы где взять степа с пробегом 33000 и сейчас вам покажу еще один автомобиль nissan nv 200 девятнадцатый год восьмой месяц в чем особенность данного автомобиля ребята особенность в том то что этот автомобиль 4вд здесь на владивостоке в россии там приморском крае продается их всего несколько автомобилей на данный момент сказать в каком они состоянии продаются не могу полтора два месяца назад живых их не было прямом смысле слова то есть был пояс не пояс был автомобиля такого штучный осмотр ребята просто скидывали ссылку что-то при где-то плеки где пить битьё то есть доехали до уссурийска пересмотрели все во владивостоке на зеленке продавался один неплохой неплохой ценник я не подскажу довольно неплохое состояние было ладно мы сейчас не об этом данный автомобиль привезен на заказ на заказ постоянный клиент ему подбирали пробокса но подбор пробокса произвели здесь во владивостоке 4вд ну и собственно nv нужна была тоже 4вд 4 балла пробег 100000 сейчас автомобиль поедет в транспортную компанию машина таможится на юрлицо соответственно кнопка глонас она обязательно установки к растаможке в общем документы растаможка за сколько растаможили автомобиль кстати друзья если вы работаете с нами мы вам покупаем автомобиль на аукционах японии мы вам предоставляем информацию с личного кабинета со всеми расходами по японии из вас здесь никто не обманывает я не думаю то что какие-либо другие компании скидывают вам информацию с личного кабинета они просто вам делают invoice просто вам делают invoice а в invoice можно написать все что угодно то есть расходы по японии вы никогда не узнаете ну это чисто такой рабочий рабочий автомобиль здесь его никто не подготавливал вот он как пришел с японии в таком состоянии он есть и смотрим состояние автомобиля снизу автомобиль 4вд сейчас повезу в транспортную компанию покажу как он ведет себя в дороге что касается значит посадки в автомобиль то сидеть удобно да несмотря вот на такой автомобиль светофор поехали есть даже какая-то вот боковая поддержка значит автомобиль идет 4вд 4вд автомобиля неважно какой-то автомобиль они все такие потупее потупее чем передний привод опять же автомобиль это такой рабочий то есть автомобиль не для гонок так ему запасом вполне хватает 100 тысяч пробег вот идем в гору 60 идем не напрягаясь значит плюс у данного автомобиля это хорошая великолепная обзорность то есть такое широкое большое высокое лобовое стекло большие уши зеркала заднего вида то есть видно все что нужно видеть с левой стороны также ухо и два небольших маленьких зеркала стоят на значит на нижние обзоры пробег 100 тысяч машина обслужена вопросов по подвеске нет то есть подвеска отрабатывает просто просто великолепно значит здесь стоит автомат салон здесь простой ну что говорит да здесь такой дешевый дешевый пластик аэрбэк здесь есть аэрбэк пассажира тоже есть из удобств есть подстаканник здесь у нас корректор фар вот такое вот у нас движение по городу Владивостоку можете немного понаблюдать посмотреть хорек джейровский едет одни японские одни японские автомобили да есть и корея есть мерседесы есть какие-то другие автомобили но все равно не в таком количестве не в таком количестве как ребят с японским автомобилем вот краун едет красавец аэрсовский магнитола ну обычно стандартная магнитола здесь стоит климат-контроля здесь никакого нет то есть все на крутилочках кондиционер работает на спидометре 180 даже даже 190 чистенький кстати потолок для рабочего автомобиля что касается транспортной компании кстати заезжаем на авторинок зеленый угол ребята транспортную компанию какую вы выбираете в такую автомобиль мы и ставим то есть куда скажете туда поставим небольшая такая экскурсия по авторынку зеленый угол сейчас вам хочу рассказать вот люди бывают приезжают сами ищут автомобиль как как искать автомобиль ребят не надо бегать слева направо с одной стоянки на другую вот запоминайте вот в этом месте нужно разворачиваться чуть позже скажу почему то есть вот оно начало рынка начало рынка крайняя первая стоянка слева это лидер вообще рынок разделен грубо говоря на две части то есть с левой стороны стоянки есть с правой стороны стоянки очень удобно когда вы заходите на авторынок проходите по дороге проезжаете до самого конца до 11 стоянки с 11 стоянки начинаете поиск автомобиля и идете по ходу движения на выход рынка то есть вы идете вот по вот этой вот стороне пройдете все стоянки посмотрите все автомобили почему я сказал запоминайте где разворачиваетесь доходите до автостоянки лидер на лидере переходите дорогу заходите на первую стоянку с правой стороны и опять идете по правой стороне проходите по всем стоянкам есть одна стояночка она находится на самом верху вот заходите туда оттуда воспускаетесь и получается идете дальше по правой стороне таким образом вы пройдете все стоянки, посмотрите все машины которые представлены на зеленке не заблудившись а как это обычно бывает обычно бывает, приходите такси вас высадило здесь, зашли здесь посмотрели, перешли на правую сторону, по правой стороне походили перешли на левую сторону, заблудились запутались устали ходить и посмотрели не все автомобили вот обстановка на рынке встать негде люди есть машины покупают машины выезжают есть корейцы корейцев еще не такой большой поток до чтобы был поиск автомобиля что был выбор автомобиля да они есть но по крайней мере я поиски корейцев пока не беру смотрите сколько людей машины есть есть выбор ребят но на сегодня будем заканчивать заканчивать подъезжая к транспортной компании в транспортной компании автомобиль сдается делается договор договор машина фотографируется показываться в том состоянии она была доставлена в транспортную компанию и дальше вы уже на связи будете с транспортной компании я хочу напомнить через меня можете проверить автомобили здесь владивостоке который уже привезен растаможен можете заказать поиск автомобиля под ключ без вашего участия без вашего приезда можете заказать автомобиль с аукционов японии да вот допустим как вот это вот замечательно крутая нвшка ну где такую взять владивостоке можете приехать мы вместе с вами выберем автомобиль на вторенький зеленый угол если на зеленый не найдем будем искать автомобиль по городу я вам помогу обклеить автомобиль поменять масла фильтра обслужить автомобиль и так далее но такую услугу друзья мои нужно записываться заранее обязательно за три недели за месяц на сегодня все всем хорошего настроения кто еще не подписался на канал обязательно подписывайтесь всем пока